Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека-саммари на русском языке. Еженедельное обновление в текстовом и аудио формате. Подписка на библиотеку на сайте smartreading.ru Язык жизни. Ненасильственное общение. Автор – Маршал Розенберг. Что мешает нам сопереживать друг другу? Люди – существа социальные. Потребность делиться чувствами и сопереживать друг другу заложена в нашей природе. А между тем повседневная жизнь наполнена недомолвками, обидами, а то и конфликтами. Некоторые способы общения по определению мешают нашему сочувствию. Категорическое морализаторство. Он невероятно ленив. Ее проблема в том, что она слишком робкая. Н состоит из предрассудков. Мы заботимся не о том, что нужно нам и окружающим, а о том, какой бы еще ярлык на них навесить. Сравнение. Способ оценки себя, благодаря которому мы всегда проигрываем. Кто-то неизменно оказывается умнее, богаче, моложе. Отрицание ответственности. Когда собственные мотивы маскируются словом «должен». Причины поступков приписываются окружающим. Все из-за тебя. Я умолчал об этом, потому что так хотел начальник. Или вовсе подсознательным импульсом. Я съел весь торт, потому что просто не смог удержаться. Требование «сделай так, иначе» явно или исподволь, угрожающий наказанием за непослушание и блокирующий свободную волю. Методика ненасильственного общения, сокращенно ННО, помогает проложить путь к естественному сопереживанию. Она сосредоточена на четырех аспектах нашего поведения. Что мы наблюдаем, что мы чувствуем, в чем нуждаемся, о чем просим других. Ненасильственное общение всегда обоюдно направлено и на исполнителя, и на окружающих его людей по принципу «я искренне выражаю свои чувства», не критикуя и предлагая вам. «Я искренне принимаю ваши чувства, не воспринимая их критически». Рассмотрим каждый шаг ненасильственного общения подробнее. Шаг первый. Наблюдение. Сложно, но необходимо отделять наше наблюдение за действиями окружающих от оценивания. Иначе это справедливо будет расценено ими как критика. При этом ненасильственное общение не призывает к равнодушной объективности. Оно лишь призывает избавиться от статичных обобщений, которые мало что говорят о людях, и больше внимания уделять контексту, в котором воспринимается тот или иной человек. Эрик всегда тянет до последнего. Оно лишь призывает к равнодушному общению. Отцепь. Продолжение следует...